Всем здравствуйте! Анастасия Заворотнюк покинула клинику после многомесячной терапии. Артистка приехала домой и уже там получила печальные новости. На днях Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Артистка, которая сражается с самой агрессивной формой рака мозга, провела в клинике полгода. Звезда получала особое лечение и была под круглосуточным присмотром лучших врачей России и Израиля. Поговаривают, что семье лечения Заворотнюк обходится в копеечку. Супруг актрисы, фигурист Петр Чернышев, все заработанное тратит на оплату медицинских счетов. Ряд других финансовых обязательств спортсмен и его близкие, судя по всему, задвинули на второй план. У родных Анастасии Заворотнюк появились долги. Ими уже интересуются приставы. Журналисты выяснили, что дома у артистки возникли проблемы. Из-за долгов 127 тысяч рублей на машину Анастасии Заворотнюк, Порше Пономера наложили арест. Теперь знаменитое семейство не может распоряжаться авто в полной мере. Пока задолженность не будет погашена, близкие не смогут его продать или подарить. Роскошный автомобиль, отметим, по бумагам принадлежит матери актрисы Валентине Борисовне. Анастасия Заворотнюк купила авто в 2014 году и оформила его на родительницу, которая, к слову, за руль не садится. Говорят, что у матери Заворотнюк большие долги по коммуналке. Валентина Борисовна владеет квартирой на улице Улово-Пальме в Москве. У родительницы звезды и ранее были проблемы с платежами. В 2019 с пенсионерки управляющая компания трясла 46 тысяч рублей. Если хозяйка и дальше будет игнорировать оплату, наступит реализация имущества. Машина будет продана с молотка, долг погашен, а разница в сумме возвращена владельцу. Но главная проблема заключается в том, что аукционная стоимость зачастую объявляется гораздо ниже рыночной. То есть автомобиль может быть продан фактически за бесценок, сказал журналистам звездный адвокат Андрей Алешкин. Но это не все проблемы, которые обрушились на родных Заворотнюк. Банковский счет актрисы заблокирован уже пять лет. Родные не могут снять ограничения, так как есть просрочка по налогам и другим обязательным сборам. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока.